Игра это азарт. Игра это эмоции. Игра это команда. Игра это победа. Играют они. Выигрываете вы. Париматч. Официальный партнер Virtus.pro. Ну что, ребятки, сегодня у нас первый день. Плей-офф. Я пришла в практиц. Ничего пока не изменилось за прошедшие пару-тройку дней. Кроме того, что я выспался. Кроме того, что мой выспался, оказывается. У парней через несколько часов начинается игра против Evil Geniuses. Посмотрим, как зайдет. У нас на связи главный диетолог Virtus.pro. Что у вас в пакетах, Дмитрий? Дошики. Сколько? Слушай, ну это так, на день. На день хватит. Расскажи о своих наблюдениях по поводу питания здорового. Старбаксы, Дошики. И еще Буэно. Я нашел здесь Буэно. Матч начинается через пару минут. И играют ребята его из отеля. Сейчас покажу, как это примерно все выглядит. У нас готово уже. У нас готово? У нас еще даже клавиатура не есть. А, ну в принципе нормально. Мы еще посидим. Снова лежишь? Да. Вопросы есть какие-то? Да. Чего нам ждать от этого матча? Только победы. Удобно все? Да. Пойди, смотри, сейчас все такое. Можно как-то сделать, чтобы я играл вот так? Оставляем ребят играть, а сами уходим смотреть матч и болеть за Virtus.pro. Тренер, ну что, посадил команду? Да. Готовы, пацаны? Готовы, готовы. Сейчас Вованчик будет разносить. Я люблю этого человека. Твоя команда готова? Да. Да. И Буэночэ, и Буэночэ. Ну, снести трудно будет, там Фурионс полетит сюда будет. Ну, пару вышек сейчас снесу, дальше посмотрим. Да нет, тут все. Как раз захватим их, когда они там сразу будут. Первая карта остается за нами. Ну что, трекет второго, это так же сейчас сыграем? Быстро, технично, уверенно? Да, сейчас получше еще драфнем, а то я драфт проиграл в первой. Let's go, Virtus.pro. We win the chungchi major. Большое желание. А первая как там? Ты в автобус ехал, но не смог посмотреть. Первую выиграли. На тоненького или на тоненького? Ну, драфт был средненький, но выиграли. Хотя парни говорят, что нормальный. Хорошая команда вроде. Ну да, вроде нормальная. Это же ВП. Уверен. Ты хейтер, просто. Я хейтер ВП? Я, кстати, самый главный хейтер ВП, если что. Леха кинул blind down в закатку Роджера. Я просто оху... Сейчас он отпушит, отправит иллюзию, манту и побежит на Рошала. Малой знает. Вот мы только что выиграли у ЕГЭ. Что это означает для нашей команды? Ну и в топ-6, да, наверное. Вторая игра могла быть побыстрее, на самом деле. Если вы загрузите реплей и посмотрите, как я умер в топе, прям глазами игрока нажмете, на мою мышку посмотрите, я там должен бежать вниз, дать ему тычку, и он умирает. Я делаю ферзблад, и мы выигрываем игру на 20 минут быстрее. Но почему-то Дота решила, что когда я нажимаю вниз, нужно бежать направо, на него прям. Ну, кто в этом виноват? Не я же, правильно, не Дота. Ну, нет, я виноват, я виноват, это полностью моя вина, что Дота решила, что я. Как Рамзес? Хороший прям был. Да, он терраблейд вообще потёчил. Он прям каждый раз, когда мы какую-то фигню делали, он такой, парни, не переживайте, все будет нормально. Я на ТБ сейчас все сделаю. Я контролирую ситуацию, и так оно и получилось. Арзик, кстати, сказал, что Рамзес один из лучших ТБ в мире, на его взгляд. Я с этим высказыванием согласен, наверное. Он на нём очень хороший. И вообще малый, очень хороший игрок. Я очень рад, что играю с ним на канале. Есть многие моменты, микро-моменты, которые он понимает лучше других. То есть знает, в какой момент купить определенный артефакт. Мапа-эвернесс хороший. Хороший мапа-эвернесс, да, не умирает, когда фармит. То есть это эти мелочи, но они делают, эти мелочи составляют, типа, лучшего керри игрока. Вот и всё. Мы знаем, что Лёха ещё до сих пор не выздоровел, у него до сих пор температура держится. Тем не менее, играл он очень хорошо. Расскажи, как? Он на VIP этих матчей. Он очень-очень хорошо играл. И ещё, тем более, с тем, что он как бы болел. Это вообще невероятно. Он легендарный игрок. А сейчас он что делает? Он где? Он отдыхает после тяжёлых матчей. Готовится к следующим. Лечится, пьёт чаёк и смотрит канал Марку и вернусь в право. И ставит лайки. И ставит лайки. Всё. Ну что, у нас стартовал второй день плей-офф. И складывается впечатление, что что-то пытается истребить нашу команду. В общем, с Роджером тоже ночью что-то приключило. Сейчас спросим у Димы, что именно. Ночью заболел Роджер сегодня. 38 с половиной. Сейчас ездили в больницу. Всё вроде как... Больших причин для опасений нету. Это грипп с большой долей вероятности. Созванивались с Москвой, обсуждали с китайскими врачами. Пьём антибиотики, жаропонижающие. Сибиряки не болеют. Ну что, Лёхе по-прежнему плохо. У нас сейчас Арзик садится на пятёрку на замену играть. Удивительные вещи творятся в Чунцине. Ну, будем надеяться, что всё пройдёт хорошо. И затащим мы всё равно этот матч. Да ничего, справимся. Наверное. Не справимся, ничего. Последняя надежда. Да, брат, тебе нужно аспиринчик? Я уже выпил его. А, ты уже выпил? Нет, нет. Да. Я, Малю, знаешь, что-то. Ты молишься за четёрку? Ну, всё за пятёрку помолись. Роджер, короче, съездил в больничку. Выпил лекарства, сбил температуру. Чувствует себя очень плохо. Но пошёл играть. Потому что две замены мы не сможем себе позволить. Сможем позволить себе только одну замену. Это полный финиш. Мы выиграли вице-чемпиона Фантаст Коуча, который не играл в доту месяц. Какие ощущения у тебя? Ощущения такие, что они не в форме. Это робот. Блин, на самом деле Котч большой молодец. Потому что, ну, разница была, но она была очень незначительной. Он очень хорошо исполнил свою роль. Котч, тварь. Кто ещё выдивился, хорошо сыграл сегодня? Все, мне кажется. Арзик Ю-Кью, Арсений и... И Ульяна вскрулит. Вот эти все ребята трогают. Да, они все просто лучшие. Ну что, мы с тренером только что записали интервью на канал Virtus.pro. Я пошла монтировать, а Арзик пошёл лечить своих пацанов срочно. Да, уху. И готовимся через два дня снова играть. Да. Всем пока. Вообще. Не всю нашу команду покосил китайский гриб. Мы собираемся отправиться в старый город. Сейчас вот пытаемся выяснить с водителем такси, знает ли он, куда нам ехать. Вроде знает. So, you understand? Ура! Чувак понял, куда нас везти. Всё, можно ехать. А ещё забавный факт. Многие водители такси, которых ты пытаешься поймать на улице, когда видят, что ты европеец, они просто говорят, о, нет, и уезжают дальше. Потому что они ничего не понимают. Тем интереснее будет добираться обратно тому. Мы сегодня гулять поехали по старому городу только с Вовчиком. Но, кстати, Вован за последний год стал довольно часто путешествовать. Мы с ним побывали в Амстердаме. А потом, на Новый год, Вовке поехал по Европе, да? С Романом Горенковым вы ездили? Да, с Басом. Где были? Таллинн, Венинус, там Рига. Там куча городов была. Мы ездили на тачках, мы с Тайками взяли себе. Мы каждый день поменяли локацию. И в один день мы приехали в лес. И там был отель наш. Там стоило 10 будок. Ну, не будок, а домов. Сделать очень крутое место, если вообще было. Это было самое запоминающее. Там была Ваня. Мы пришли в Ваню просто там. Когда выходишь с Ваней, там озеро было. Ваня прямо на улице, да? Круто. Ну, и как тебе вообще атмосфера в Китае? Ты же уже не первый раз в Китае. Да, ну, это на самом деле отличается. Ваня, город отличается очень от Шанхая. Но все то же самое. Люди не понимают английский, кроме отеля. То есть мы с отеля почти не выходим, потому что просто играем. Много еще заболело, поэтому пока сидят, кстати. Все, ничем не отличается. То же самое, почти. А город немного другой. Ваня, все вместе. В общем, Китай не отличается. На город немного другой. Он отличается от Шанхая. Мне кажется, он такой постапокалиптический какой-то очень. Он такой тревний прям. Ну что, доехали мы. Сколько мы ехали? Полчаса где-то? Пускай нет. Было долго. Было долго. Ой, я уже чувствую, как пахнет неприятненько. Сейчас будем смотреть. Дома грязные, да. Че, как все в Ван. Короче, мы приехали в место, которое очень сильно отличается от той местности, в которой мы живем. Это прям вот старый Китай. Такой прям один из самых старых, на самом деле, районов вообще в Чунцине и, в принципе, в Китае. Здесь, конечно, безумно колоритно. Вот и наши товарищи. Да мы вас ждем. Вот еще товарищи. Здравствуйте, товарищи. Здорово. Вот такой большой делегацией будем сегодня гулять и исследовать местность. На самом деле, здесь так много народу, что просто не протолкнуться. И супер узкие улицы. Все китайцы решили сегодня выйти на улицу. Хотя, возможно, это мало китайцев. Мы не знаем точно. Упорнее, Миша, упорнее. У меня теперь руки в этом. И мне ими нельзя прикасаться ни к чему, скорее всего. Я в порядке. Я не знаю, что они все нос закрывают. Мне норм. Как нормальный будет запах. Вот здесь можно мешать. Запах ромашек просто. Фу. Красава. Что может быть не так в Китае? Разве кто-нибудь когда-нибудь травился? А если кто-нибудь когда-то болел? Разве кто-нибудь когда-нибудь заболел от чего-нибудь в Китае? Это же невозможно. Тут только здоровые люди. Только здоровые. Правильное питание. Правильное питание, да. Вот это, кстати, грибы, например, это не грибы, а перо. Мы такие, помнишь, мы в корейском рынке такие хавали? Это здесь все, типа, это перо. Это сладенькое. Вот это, кстати, такие штуки попробовать, они абсолютно безвредные. Тануты. Просто ты деформирован тем, что у тебя тиммейкер сегодня болел. Если бы ты был первым, ты бы так не говорил. Ты бы сейчас отчаянно попробовал бы все. Ну, это правда. Но таким в Китае делать нечего, как говорится. Такие долго не живут. Короче, коллеги из Мейнкаста посадили нас на такси, на китайский Uber. Но судя по тому, как засмеялся чувак, который за рулем, и нифига не понял, куда мы едем. Я не уверен, что мы доедем до места назначения, но посмотрим. Но он поржал над нами. Я надеюсь, что он все-таки знает, куда нас везет. Мы сейчас с тобой здесь покушаем, выйдем, и потом через вот этот вот виадук пройдем в отель. Короче, надоело нам гулять по старому городу, и пахнет там великолепно. Вове очень понравилось, поэтому мы решили поближе к цивилизации перебраться снова к нашему отелю. И нам сейчас предстоит найти снова где поесть. Мы справимся. Инглиш? О, иньё. Братан, тут меню без картинок. Серьезно? Зато это хот-пот, смотри. Инглиш? Инглиш? ГГ. Это гигэ. Это, конечно, несправедливо. Тут очень красивая, вкусная еда, но мы никогда в жизни не сможем ее заказать и понять, что мы заказали. Да, 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 да. Просто дай менюшке, да-да, обводи, дай меню Диму, и она разберется сама, все. Да, сама разбирайся. Окей, окей, окей. Так, прочее. Нужно всегда все поочередно делать, она будет рассказывать. Но мы ничего не поймем, поэтому мы будем просто есть мясо. Ну да. Кстати, можно... Э-э-э-э, здесь. Ага, все правильно. Нет, это не острое. Не острое? Это с луком, которое... Классно, ясно, ясно, ясно. Прикольная подача. Вообще классно. Ну находок было так же много, я подумал, что это просто для вида. Типа, ну нет. Кобка выбрал блюдо с двумя перчиками. Возможно, я сейчас опять сгорю воду. Ну ты перчик один съешь? Нет, совсем. Господи. Очень быстро. Тут сложно, она похористь. Островато. Островато? Я просто чуть себе уже все не сожгла. Она мне говорит, хочешь еще? Я говорю, я больше не хочу. Она говорит, я тебя понимаю, мать. Мобка пошел оплачивать счет и хочет дать чаевые нашей официантке. И он не может понять, я тоже не могу понять, можно в Китае на чай ставлять деньги или нельзя. Сейчас поймем, что ему сказали. Я так и не понял, я показал деньги на нее. Она сказала, типа, ну она так сделала. Туда-сюда я сказала, да, да, да. Она сказала, нет, спасибо, не надо. Ну если я не ошибаюсь, то в Китае на это очень сильно обижают все люди. Мы прекрасно провели время, я считаю. Посмотрели старый город, почувствовали колорит Китая древнего. Поели, наконец-то, очень вкусной еды. 10 из 10? Спасибо, что смотрите. И не забудьте подписаться на наш канал. И не забудьте подписаться на наш канал.